Очереди к роднику можно увидеть в любое время года и в любую погоду. Красивый пейзаж, огромные сосны, спокойные течения реки, вид на бескрайние луга и даже на Пощуповский монастырь. Здесь просто приятно находиться. Родник давно зарекомендовал себя. Многие специально приезжают из областного центра именно за этой водой. Знаете, я уже лет 7 сюда ездил. Не только я один ездил, друзья все мои ездят. Очень замечательная вода, прям вообще замечательная. Вообще пользуемся этой водичкой, потому что она святая, очень чистая, очень вкусная. Давно, не один год, лет 5, наверное, уже. Ступеньки, удобный подход к воде, скамейки. Так здесь было не всегда. Благоустройством и бережной заботой за источником много лет занимается Георгий Смотритель. Некогда он был профессиональным спортсменом и занимался единоборствами, тренировал ребят. В том числе тренировки проходили и в Солодче, в районе Лысой горы. Тогда, в начале 2000-х, Юрий Левин, такое имя носил Георгий в миру, вместе со своими воспитанниками обнаружил этот родник. Не просто так нашими руками это было все сделано, и не только нашими, и до нас кто-то пытался, и вот теперь тоже помогают. Постепенные шаги к тому, чтобы облагородить место и сделать удобным для людей, привели к тому, что вместе со спортсменами-воспитанниками Георгий выложил бордюры и решил установить памятный камень, чтобы ознаменовать так понравившееся место. Камень нашелся неподалеку, неподъемный, но спортсмены собрались силами и покатили к источнику. Закончили уже далеко за полночь, устали, присели отдохнуть, и в этот миг раздался колокольный перезвон. Настолько нас это заворожило, мы слушаем и думаем, ну вот же какая красота, такое многозвучие. А так как здесь мы были завсегдатые, я ребятам даже такую мысль выдал, наверное, в монастыре появился молодой новый звонарь, и вот он какие-то перезвоны разучивает, потому что что-то такая красота, никогда не слышал. Лишь потом мужчинам пришло в голову, что звон колоколов ночью это как минимум странно, а после пришло осознание, что здесь, возле родника, они втроем встретили праздник Святой Троицы. Высеченная на камне надпись сохранила дату – День Троицы, 15 июня 2003 года. Позднее Георгий узнал, что 15 июня еще и день рождения святого Александра Свирского, а вокруг родника он стал замечать очень интересные явления. Видят необычное рядом с источником и другие люди. А здесь очень многое люди обнаружили, три, 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 даже тропинки сюда идут, три, со стороны монастыря, со стороны Лысой горы, и вот сверху вот здесь спуск, и как стрелка, прям указывает именно на это место. Да и сам источник состоит из трех родничков, которые бьют здесь, проходя очищение песками, и дарят живительную влагу людям, приходящим сюда. Чудеса или воля Божья, как говорит о необыкновенных и интересных совпадениях Георгий, ясно одно – когда человек начинает заботиться о природе и любить ее, природа отвечает тем же. Это ли не божественная основа жизни? Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».